МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В этом смысле сибиряки не отличаются оригинальностью, так же, как во всем мире для нашего региона характерно широкое распространение депрессии. И сегодня считается, что депрессия примерно представлена в 5-6% населения. И, естественно, представлена не как просто реакция печали на какое-то неприятное событие в жизни, но как клиническое понятие. И какие же причины именно у клинической депрессии? Причины могут быть разные. Например, огромное количество стрессовых обстоятельств, которые сваливаются на человека. Могут быть генетические причины, когда у человека все может быть в жизни замечательно, но, тем не менее, это заболевание случается на фоне даже совершенно благополучного течения жизни у конкретного человека. А влияют ли как-то внешние факторы на человека на развитие клинической депрессии? Может быть, климат в частности? Конечно. В нашем институте очень широко проводится исследование, посвященное сезонным аффективным расстройствам. Это расстройства, которые чаще всего случаются в определенные сезоны года. Но наиболее часто это, как правило, осенне-зимняя депрессия. То есть, когда мы наблюдаем дефицит солнечного света, наиболее подвержены этому расстройству как раз молодые люди в возрасте до 30 лет. Получается, что сибиряки в большей степени подвержены сезонной депрессии? Ну, вы знаете, я бы так сказал, есть такие данные, что и в азиатских странах, где, в общем-то, казалось бы, избыток солнца даже присутствует, да, и, в общем, температура не самая низкая на Земле. Но там тоже наблюдается сезонная депрессия, правда, они наиболее часто в самые жаркие периоды года. То есть, по всей видимости, не только дефицит света играет роль в проявлении сезонной депрессии у сибиряков, но и целый комплекс вот таких своеобразных метеорологических условий. А есть ли какие-то новые методы лечения? Ну, вот что касается сезонной депрессии, то классическим методом лечения – это использование яркого света. И, в принципе, вот этого воздействия бывает во многих случаях достаточно, чтобы нормализовать состояние человека. Если он осенью и зимой будет в ранние утренние часы как раз пользоваться такими приборами, то может быть очень высокий эффект. И что касается других инновационных методов, то их можно условно на несколько блоков разделить. Один из них касается, собственно, медикаментозной терапии. Это новые препараты, которые вселяют определенную надежду для того, в том плане, что мы можем более эффективно влиять на лечение депрессии. Если говорить о психофармакологии, то это определенные комбинации новых препаратов с уже известными препаратами. А что касается технической стороны вопроса, то есть есть и немедикаментозные способы воздействия при депрессии. Например, мы используем так называемый программно-аппаратный резонансно-акустический революционный комплекс. Это визуальное, то есть зрительное и слуховое воздействие на человека, которые позволяют в большей степени синхронизировать деятельность головного мозга, улучшить его деятельность, улучшить его биоэлектрическую активность. И таким образом способствует более быстрому выходу из депрессии, уменьшает выраженность тревоги, нарушение сна, которые часто свойственны депрессии. Ну и также еще один важный блок, который основывается на нашем взаимодействии с биологическими исследованиями. В нашем институте мы можем более прицельно действовать на депрессию у конкретного пациента. Я приведу пример. Если поступает человек с депрессией, мы можем взять у него, например, анализ крови, выяснить уровень его антиоксидантной системы или содержание глютамата в крови. И, соответственно, основываясь на наших знаниях, можем назначить уже определенную терапию, которая учитывает вот эти изменения и таким образом позволяет нам быстрее справиться с случаями депрессии. Недавно новосибирские ученые обнаружили ген, который ответственен за депрессию. Значит ли это, что теперь это заболевание можно полностью излечить? Ну, вы знаете, депрессия, как и любое психическое расстройство, которые, к сожалению, не кодируются одним геном. То есть это такое расстройство, за которое отвечает, ну, как минимум, не один десяток генов. И они очень сложно взаимодействуют между собой. Поэтому, кстати говоря, мы вместе с нашими зарубежными коллегами, отечественными коллегами, как раз разрабатываем проблему и фармакогенетики психических расстройств, и нейродегенеративных расстройств, и пытаемся тоже найти какие-то определенные биомаркеры. То есть те признаки, биологические признаки, по которым мы можем судить или о наличии заболевания, или о том, как мы можем лучше помочь в конкретном случае. Герман Геннадьевич, спасибо вам за разговор. Я напомню, о новых методах лечения депрессии мы поговорили с ведущим научным сотрудником отделения аффективных состояний НИИ психического здоровья Томского национального исследовательского медицинского центра Германом Симуткиным. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова